МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Юрьевна, ваш основной хлеб, ваша основная работа – это законотворчество. Какие из последних законов вам удалось реализовать? Ну, наверное, не случайно. Мы сегодня с Николаем Викторовичем вместе, потому что все законотворческие инициативы наши, конечно, определяются потребностями наших избирателей. Огромное количество обращений по жилью и в Колпинском районе, а в Санкт-Петербурге и в разы больше, я так скажу, вот видя сейчас и город в разрезе. В этом плане очень хорошо работать с практиками, конечно, с исполнительной ветвью власти. Я всегда считаю, что один в поле не войн. У нас есть два примера такой законодательной инициативы, которые уже стали законами. Первый закон, который реализован совместно с Комитетом по жилищной политике, это молодежи доступное жилье, потому что в 2012 году программа заканчивалась. И это был нонсенс, потому что она достаточно востребована. И мы совместно написали продление этой программы и финансирование ее. Я выступал на правительстве, жилищный комитет, выступал в законодательном собрании. И закон подписан, и программа на пять лет еще продлена. И второй закон, который подсказали колпинские коллеги, это такой типичный для нашего района, наверное, пример, наш район пограничный с Ленобластью, а средства материнского капитала региональные, вот это 100 тысяч рублей, сейчас 106 тысяч, нельзя было использовать для приобретения жилья в Ленинградской области. То есть федеральные деньги можно, по программам можно, а эти 106 тысяч нельзя. И практики, я думаю, что к ним много обращаются, именно с таким неразумным пробелом в законодательстве. И я подала такую законодательную инициативу, губернатор закон уже подписал, и он действует. То есть теперь все средства материнского капитала, как региональные, так и федеральные, можно использовать на приобретение жилья. Понятное дело, в Санкт-Петербурге, но в области оно дешевле. И мне кажется, это очень хорошо и расширяет возможности петербуржцев. Действительно, с учетом того, тем более, что Тельмана у нас рядом, и действительно многие колпницы, наверное, там жилье покупали, с учетом того жилищного строительства, которое ведется как раз в этом погранище у нас, в районе Октябрьской. Ну, это, как говорится, и наша радость, и наша боль одновременно. Мы понимаем, что это, в общем, и стратегическая проблема для Колпина. Конечно, мы ею занимаемся, и я много занимаюсь. Это вопрос, который не решается за один день, очень сложно сочиненно решается. Но, с другой стороны, да, жилье там покупают много. И колпинцы, и петербуржцы, я его знаю, все, кто покупает. Хотя у нас есть такая головная боль, да, и она связана с коммунальными квартирами. Вот, кстати, проблема коммунальных квартир, она же тоже нами поднимается не случайно, потому что мы имеем очень много информации. Я вот, например, имею статистику обращений по Санкт-Петербургу. 28% санкт-петербуржцев, в принципе, вот в региональную общественную приемную Дмитрия Анатольевича Медведева обращаются по жилищным вопросам. То есть, 28% всех обращений? Вот всех обратившихся, да. Это вопрос на региональную, вот еще сюда, в колпинскую приемную, ко мне меньше, людей обращаются с жилищными вопросами. Здесь чаще обращаются, конечно, с социальными вопросами, с ЖКХ, вот с другими вопросами. А в Санкт-Петербурге в целом как раз жилье такая превалирующая программа, поэтому вот такие два законопроекта. И была еще у нас такая история, тоже, мне кажется, правильная. Мы обошлись без закона, но исполнительная власть на уровне Санкт-Петербурга свои документы исправила. Это когда семья вступает в ипотеку и ждет третьего ребенка, получает материнский капитал, а тратить его на погашение ипотеки было нельзя. Но это было неправильное трактование закона, так называемая неправильная правоприменительная практика. И мы поработали с комитетом по социальной политике, тоже отрегулировали эту норму. Тоже вот наши колпинцы обратились. То есть, вот такой механизм, когда творчество, он самый живой. То есть, исполнительная власть вам говорит, что ей необходимо, какие инструментарии ей необходимы, а вы им этот инструментарий стараетесь дать. Ну, мы, конечно, честно сказать, сами исполнительной власти предлагаем свои инструменты. Может быть, тут позиция депутата, она... Ну, депутаты, они, наверное, может быть, посмелее. Но когда ты выступаешь с такой серьезной инициативой, вот я, например, не первый месяц занимаюсь законом о патронате. Считаю тему абсолютно разумной. Она в огромном количестве регионов работает. Не работает в Санкт-Петербурге. Патронат – это форма, когда ребенка возьмут из детдома, и за это люди будут получать зарплату. Более того, сейчас встает вопрос о профессиональных семьях. Это все вот грани... На Западе реализовано. Ну, это и в России много где реализовано, на самом деле. А в Петербурге нет. Вот тема сложная, потому что детишек возвращают, да, но их возвращают из приемных семей. При этом есть целый пласт детей, которых не берут в приемные семьи. То есть болезни, взрослый ребенок и так далее. Вот это моя инициатива. Я ее пробиваю так непросто. Я имею по ней отрицательное заключение губернатора. Тут, правда, вот тот закон, который все могут так хаять, закон Димы Яковлев, мне он, вот с точки зрения регионального законодателя, ну, на руку я так по-русски скажу, да, потому что тему можно сейчас опять заострять, и я заостряю, и с комитетом по социальной политике веду переговоры. Вот это моя инициатива, да. Не первый год она ведется, уполномоченная по правам ребенка эту тему не раз поднимала. Я считаю, что надо добиваться. Это долго. А когда две ветви власти приходят к такому консолидированному решению, это быстро. То есть это законопроект на самом деле написать в принципе не быстро, потому что это много юридических согласований, и закон это не... Ну, мы, наверное, будучи просто жителями, например, и не работая в этой сфере, имеем такое условное понимание, да, правооприменительной практики. И вот когда две ветви власти приходят к взаимопониманию, это очень эффективно, очень хорошо. Елена Юрьевна, спасибо на самом деле. Интересно, но я хотел бы сейчас отдать слово Николаю Викторовичу, чтобы он рассказал немного о молодежи доступное жилье, вот программе, которая у нас все-таки не прекратилась. Потому что одно время она была заморожена же и на уровне города, в принципе, денег не было, насколько я понимаю, в бюджете. Нет, но она была финансировалась так, как могли. Сейчас, в принципе, на жилье в городе выделили много денег, вот Николай Викторович лучше цифрами, я уверена, владеет, поэтому многие программы сейчас активировались. Вы говорите про молодежи, да? Расскажите, пожалуйста, как в нее попасть и что с ее помощью можно? Я хочу сказать о том, что поддерживаю Елену Юрьевну, когда законодатели и исполнительные власти идут вместе, рядом, друг к другу поправляя, подсказывая, помогая, тогда всегда быстрее решаются вопросы. И как практика, которая воплощает уже в реальную жизнь те законы, которые принимают они, хочу сказать о том, что мы идем, когда был принят новый жилищный кодекс, начали создавать, создавать и издавать, утверждать новые целевые жилищные программы, это было поле, как бы не вспахано, вот эта дорога не проторена, и проходилось, конечно, все с нуля, писать эти законы, а дальше воплощать жизнь. И, конечно, законы были какие-то несовершенные, были недостатки, но благодаря тому, что есть горе, можно поправить эти законы, есть изменения, это хорошо, потому что мы столкнулись, когда многодетная семья не могла реализовать материнский капитал, вот все очень быстро прошло, просто замечательно. Ну, это вот как раз, когда часть нельзя было потратить, да, на жилье? Да, да, потому что все целевые жилищные программы, они вначале было, конечно, действительно, все субсидии, вся та помощь, которую город выдавал, можно было реализовать только на территории Санкт-Петербурга. Когда мы столкнулись с проблемой, что все-таки, вот особенно пограничные районы, что в области жилье немножко подешевле, чем в городе, вовремя были скорректированы программы, разоржились социальные выплаты, реализованы на территории Санкт-Петербурга, или на городской области. И у нас количество обращающихся по целевым программам увеличилось. Ну, вот сейчас спасибо еще одно вновшество, то, что теперь материнский капитал можно реализовать. Ну, программ много. Кроме молодежи доступное жилье, у нас сегодня есть иного программа, это коммерческое жилье, это и безвозмездные субсидии, это и расселение коммунальных жилов фонда, это жилье для бюджетников. Значит, молодежи доступное жилье, это программа, которая рассчитана на одиноких граждан или семьи, где супруги достигли возраста от 18 до 35 лет. Она реализуется по двум направлениям. Здесь можно взять социальную выплату и пойти на рынок, приобрести себе жилье, или же можно, заплатив первый взнос, взять жилье в рассрочку, в течение 10 лет равным платежам и выплачивать эту сумму. Значит, вот опять же, был недостаток этой программы тот, что жилье, которого рассрочка далась, приобретал цен, доступное жилье. И он был владельцем этого жилья. И жилье они предлагали там, где этот центр приобрел ее. Ну, приобретали жилье, понятно, город идет на рынок, так же, как на Уксу, он приобретает квартиры там, где они строятся. И молодым семьям зачастую было не очень удобно, что он живет в Колпино, а жилье ему предлагают в Красном селе. Или приобретает, то есть, или в каком-то другом районе не очень удобно. Сегодня, опять же, эту программу немного скорректировали. И теперь, вот, можно жилье в рассрочку взять, каким образом? Заплатив первый взнос, а дальше взять можно на безоснове кредит в этой же организации, цен доступное жилье. Таким образом, платить уже можно покупать квартиру там, где ты сам себе подберешь. Или это освобождаемый фонд, или это новый фонд. Но это именно кредит или рассрочка? Это именно кредит. То есть, уже с процентов. Нет, ну, часть средств получаете по программе, а часть... Да, часть это берешь. А, то есть, дополнительно все равно. Но все равно в одном месте, но все равно... Да, это в одном, да. Ну, ты приобретаешь сразу квартиру, и уже ты не привязан к квартире, к району, там, где цен купил. Это ускоряет и реализацию программы, быстрее деньги идут, и дает возможность молодым семьям приобретать жилье там, где, ну, так сказать, ну, где они учатся, где работают, где не связаны с кем-то. Это уже не привязывает их, потому что, работая в Колпино и получив рассрочку жильев где-то в другом районе, а 10 лет ты не можешь им распорядиться, а как на работу, а как учеба, школа, садики и так далее. Это были трудности. Поэтому спасибо. Вот это, в свое время на корректировке, это сразу увеличило процент, обращающихся к тех, кто желает вступить в программу. У нас сегодня, если состоящих на очереди, у нас где-то более 2000 семей, молодых семей, которые сегодня потенциальны участники, уже сегодня около 900 семей подали заявление, и количество заявлений с каждым годом растет, и в связи с тем, что появились новшества, появились, но вот то, что заинтересовано молодых семей. К сожалению, большая часть молодых семей – это одинокие. Одинокие, а это… Будет жилье, будут и другие молодые семьи. Да, будет сегодня наша молодежь, она более такая практичная, говорят, тут сначала я жилье, то есть учеба, образование получить, профессию, потом жилье, потом семья. А получается так, однокомнатно, они всегда были и в советские времена, и сейчас это дефицит, и поэтому получается, что очередь сегодня немножко натормозит из-за того, что востребованность нужна однокомнатная. А там, где двух- и трехкомнатные квартиры, там попроще. Николай Викторович, какой первый взнос должен быть по этой программе? Сколько молодая семья должна своих денег принести, чтобы в нее попасть? Первый взнос в размере 30%, то есть приобретаемое желе, но здесь ситуация такова, что цену тут в суммах нельзя набрать, потому что это все зависит от дома. Знаете, вообще очень хороший сайт. Нет, просто именно проценты. И мне кажется, вот очень хороший сайт, вот я всегда, особенно когда молодежь приходит, я всех сразу отправляю, им легко, он легко читаемый. Я очень много вот в Колпино отправляю заявителей на консультацию, вот я никогда не беру среднюю температуру по больнице. Да, вот у меня человек приходит и говорит, вот хочу, да, какие у меня есть возможности. Вот мне тоже кажется, у нас тут в районе этот механизм отлажен. Я сразу говорю, что вы идите, поконсультируйтесь, какие-то дополнительные вопросы будут, да, мы вступимся. Мы вот особенно, там то, что касается общегородской приемли, мы довольно часто спорим с органами исполнительной власти. Вот в Колпино как-то у нас согласованная такая позиция, и мне кажется, так вот трудно спросить, какой должен первый взнос, да, какой ты будешь покупать, в каком районе, то есть надо идти, и приемов уже очень много. А молодежи-то, тем более, на электронных носителях сегодня вся информация есть. Сайт, ворживый, лабмина, сайт, центр доступного жилья, сайт, жилищный комитет, их сегодня много, где можно. Тем более сейчас, если ты вступаешь в молодежи, доступное жилье, тебе дают номер специальный. Ты по этому номеру заходишь через интернет на сайт, и тебе сразу ты видишь вот в номере, какой ты по очереди стоишь, в этом списке среди молодых семей, и ты можешь увидеть информацию, сколько за год семей проходит, ну и таким образом ты видишь. Ты стоишь на общей очереди, или стоишь с учетом льготы, по молодежи доступное жилье. В принципе, все целевые программы, которые были в ноябре прошлого года, в декабре утверждены, и продлены на пять лет, они все с уклоном, с одной единственной целью, и направлены на расселение коммунального жилого фонда. Об этом сразу надо подробно, потому что я уже вижу и на сайте газеты «Ижевская перспектива», появилась информация о том, что много денег город выделяет на расселение коммуналок. У нас коммуналки есть в районе, и это еще Валентина Ивановна Матвиенко хотела избавить Петербург от коммунального жилья. Помню, долгосрочная такая. Надо посмотреть, да, ведь коммуналки не уйдут из города никогда. Почему? Ребенок приезжает учиться, родители могут купить ему только комнату. Поэтому мы много там выступали, и не только на вашем канале, и били, и депутатов, и исполнительную власть за коммуналки. Общежития, которые к нам перешли, введение города, они сегодня коммунальные квартиры. Это, кстати, для нашего района большая головная боль. Но денег действительно на расселение коммунальных квартир сегодня и исполнительная власть попросила, и законодатель утвердил. Ну, мне кажется, что для нашего района очень актуально, чтобы у нас много строилось. Мы сейчас пытаемся издание совместно с главой администрации одно, чтобы оно вошло в программу молодежи «Доступное жилье», потому что, конечно, легче, когда есть свой жилой фонд, самый разный, да, и жилье бюджетникам, чтобы строилось. Ну, в принципе, чтобы в районе был свой специализированный жилищный фонд, тогда, наверное, с коммуналками нам было бы полегче разобраться. Хотя, вот, Николай, ты сейчас скажешь. Да, как правило, в жилом фонде города и любого субъекта Российской Федерации всегда есть, там, скажем, дешевое жилье, среднее жилье и элитное жилье. Ну, коммуналки, это, наверное, относится к тому фонду, жилье, это как бы дешевое жилье. Я хочу сказать, вот, и обратиться к жителям Колпинского района, что, в соответствии с законом Санкт-Петербурга, о бюджете на 2013 год и о планы перед 2014-2015 года, сумма средств, которые выделены на программу именно расселения коммунального жилого фонда, увеличена до 2 миллиардов. Если сначала промиловалось 1 миллиард, а по просьбе губернатора, и увеличили до 2 миллиардов. Это позволит сегодня, вот, в 2013 году решить проблемы, более 2300 коммунальных квартир расселить. Сегодня в Колпино у нас 3679 коммунальных квартир. Из 64 тысяч, где-то в Колпинском, 64 тысячи, там, 63 отдельных квартир, из них вот 3600, это где-то 5,7 процента. Если взять очередников, то у нас 62 процента состоящих на очереди, это проживает в коммунальном жилье. Поэтому, конечно, если мы расселим большую часть коммуналок, то, соответственно, значительно уменьшится очередь. Мы вот эти коммунальные квартиры проанализировали, в первую очередь выбрали тех, кто стоит на очереди, полностью живет коммуналкой, и квартиры там, где заселены двумя семьями, как, ну, наиболее, скажем так, проще расселяемые. Потому что самый первый способ, самый популярный, где-то 90 процентов коммуналок расселяется, это когда две семьи, одна в одной выкупает комнату, или две комнаты, одна семья въезжает, а одна остается. Таким образом ликвидируется коммуналка. Значит, поэтому я прошу колпинцев, тех, кто живет в коммунальных квартирах, или тех, кто не живет в коммуналках, но у них нет друзей, а родственники проживают в коммунальном жилом фонде, и они, может, не видели эту программу, не увидели объявления. Сегодня мы сейчас средства массовой информации, распространяем информацию, обращение. Всем просим заявиться, обратиться в жилищный отдел. Если у нас приемные дни только вторник-среда, то в программе коммуналки мы принимаем каждый день, кроме субботы и воскресенья. Контактный телефон можно записать 573-92-10, по которому можно устно получить, а затем, придя в жилищный отдел, заполнить все документы для того, чтобы включиться, чтобы коммунальные квартиры включили в адресный перечень расселяемых коммунальных квартир. Потому что, наверное, в следующем году трудно говорить, но говорят так, что это действительно в этом году единственная возможность, такие суммы выделены большие на расселение, и самое главное, что соцвыплату можно было получить сегодня, в этом году. То есть, если вы заявитесь в программу в этом году, то в этом году вы получите социальную выплату, и таким образом у вас будет возможность в течение 12 месяцев срок реализации субсидий подобрать себе вариант, расселиться и стать жить в отдельном жилье. На моей памяти это первый раз, когда жилищный отдел кого-то приглашает, да и просит, что вы, пожалуйста, придите, потому что мы имеем возможность. Я бы хотел сказать еще об одном законе, вот раз мы сегодня о жилищной проблеме говорим, это закон об аренде, да, который мы ждем в законодательном собрании. В марте-апреле мне кажется, что это тоже достаточно весомая альтернатива, и причем туда включаются не только те категории, которые сейчас признаны льготными, но мы считаем, что туда будут включены, например, молодые ученые, да, которые нужны городу и востребованы, достаточно широко бюджетники. Они сейчас имеют право, как известно, аренды, но это юрлицо должно взять, помещение в аренду, а город разрабатывает огромную программу, и это тоже выход из создавшейся ситуации, то есть вот ты не можешь расселить коммуналку, ты живешь, да, или ты работаешь в бюджетной организации, но ты сможешь, да, при помощи, при поддержке бюджета снимать жилье по льготным ставкам. Мне кажется, это для нас такой тоже стратегический выход, вот мы этого законопроекта ждем. Елена Юрьевна, это, как я понимаю, то самое сдача квартир по низким государственным ценам. То, что мы называем социальной арендой, да, да, просто это такой незаконный термин, но он давно заявлен, и достаточно тоже серьезно, совместно с исполнительной властью, мы этот законопроект разрабатываем, он, я так считаю, особенно для многокомнатных коммунальных квартир, вот то, что действительно проблемно для расселения, и ведь часто зачастую это проблема, потому что не могут между собой жители договориться, тут скрывать не надо, это новые формы, тяжело идут. Мне, например, тема кажется, что если мы говорим о том, что наша молодежь прагматична, то молодежи интересно посмотреть, какую помощь государство оказывает детям с двумя и больше детьми, да, это вообще совершенно другая история, насколько сейчас стали поддерживаться многодетные семьи, это абсолютно правильно, особенно для нашего города, поэтому даже с точки зрения, ну, не говоря любви и цели, смыслы жизни, да, даже с точки зрения прагматичной, сегодня очень серьезная поддержка, и эта группа приоритетна сегодня, конечно, город наш стареет, очень много внимания мы обращаем на семьи с детьми, всяческих поддерживаемых и социальный статус, и человеческий статус, но и тоже очень сильная и большая программа, сегодня есть что изучать. Да, я хочу добавить, Елена Юрьевна, вот о коммерческом наиме, коммерческое жилье, оно чем хорошо? Тем, что это жилье, это новое жилье, в домах новопостроенных, ты получаешь квартиру отделанную, было устроено в новом доме, это первое. Да, условия там одно, сняться с очереди, но получим квартиру, ты через 5 лет можешь опять же стать на очередь, через 5 лет проживного в квартире, и проживая в квартире, извините, не учитывая метраж, можешь стоять на очереди и потихонечку копить деньги на то, чтобы потом уже через какие-то программы целевые приобрести жилье в собственное себе. Это большой плюс, особенно для тех, кто может недавно стал на очередь, потому что сегодня в общей очереди, ну, по общей очереди люди, ну, практически жилье не получают, и стоят 25-30 лет, и дождаться этой квартиры, это, конечно, очень большие сроки. Ну, а получив коммерческое жилье, коммерческий наем, особенно для тех, кто живет в коммуналке, если денег нету, 2-3 семьи в комнаты живут, им никак не расселится, поэтому одна семья ушла в коммерческий наем, одна осталась, она за счет программы расселения ушла, И приоритет коммерческий найм для тех, кто живет в коммуналках, для тех, кто, если коммунальная квартира включена в расселение и сложное расселять, то приоритет как раз этим всеми, чтобы часть ушла на коммерческий найм, часть ушла. Это очень хорошая программа, я считаю, что для молодежи тоже, да, и не только для молодых, она перспективна, и мы уже видим по запросам, потому что это оператор программы Горжеломен, у нас все больше и больше запросов с Горжеломен идет, для подготовки на комиссию просим актуализировать сведения, сообщить, стоит ли на очереди, стоит ли количество обращающихся, оно увеличивается. Ну, естественно, что очень много сейчас семей снимает квартиры участников, да, и, соответственно, за определенную сумму. Если государство будет предлагать за существенно меньшую сумму, то эта программа будет с удовольствием пользоваться. Ну, понятно, что государство будет предлагать тем слоям наших петербуржцев и жителей страны, которым надо помогать, да, если это бюджет, если это многодетная смена, ну и так далее. Мы все категории, которым сегодня государство помогает, знаем. Но, мне кажется, сегодня достаточно программ, по которым есть смысл свои усилия сложить с усилием государства, да, то есть, вот, мне кажется, вот, то, что мы называем словом «тренд», он меняется, поэтому надо просто вот внимательно смотреть, изучать все возможности, ну и свои усилия все равно прикладывать. Это нормально. Наш самый больной вопрос все-таки, Колпинский, это дороги, конечно. Ну, для себя я, да, выделяю этот вопрос много лет, как больной, да, сегодня наша задача совместно, опять же, с исполнительной властью мы бьемся, нам надо обязательно получить, и я считаю, что сейчас идут весенние корректировки бюджета, и ко второй поправке мы получим. Эти деньги, за которые мы все очень переживаем, это деньги на финляндское Колпинское шоссе. Мы понимаем, что у нас М-10 строится. Вот, это задача номер один. Наверное, кто ездит, видит, что Софийскую стали в сторону металлостроя, работа начата, и там получено и федеральное финансирование на переезд через железную дорогу. То есть, это тоже для нас серьезный шаг вперед. Понятно, что мы заявляем, вот, и Петрозаводское мы хотим пододвинуть его ремонт, и правление Софийской, вот, все, что мы можем. И дорогу на Колпинское кладбище дорогами занимаемся много и системно. Но вот задача этого года, я считаю, что она будет решена, это финляндское и Колпинское шоссе. Я бы еще попросил, чтобы нам тоже законодательная власть помогла. У нас уже более шести лет нет бюджетного жилья, строительства бюджетного жилья в Колпино. Есть проект уже и проектирование, и тендер прошел на проектирование, проект уже есть на Красных партизан, один дом. Хотя бы по одному домику нам в 2-3 года, это было большое подспорье для ликвидации очереди. То есть это дороги, это мы все живем в Колпино, трудно, но жилье тоже жилье. Когда 14 тысяч человек стоит на очереди, и сколько коммуналок, то бюджетное жилье нам очень тоже волнует. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были депутат законодательного собрания Елена Юрьевна Киселева и начальник жилищного отдела администрации района Николай Викторович Зенин. Спасибо, что были с нами. В студии был Артем Поттер. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»